Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Также область вернет 29 миллионов в фонд содействия реформированию ЖКХ. Это объясняется необходимостью развития малоэтажного жилищного строительства. При этом на 26 миллионов увеличится. Субсидии аграриям 11 миллионов поступят в бюджет из резервного фонда правительства России на ремонт здания музея Воснецовых. Программа Экономика. Налоговыми каникулами воспользовались 115 ИП. Они в общей сложности сэкономили 8,5 миллионов рублей. В прошлом году льготу получили 207 предпринимателей, и они не заплатили в бюджет 2 миллиона. Об этом заявляют в налоговой службе. Налоговые каникулы, напомню, действуют в течение двух лет. Для предпринимателей, впервые открывших свое дело, воспользоваться ими можно до 2020 года. Нулевая ставка предусмотрена для тех, кто применяет патентную или упрощенную систему налогообложения. Экономика на 101 ФМ. Далее информация от наших партнеров. В современном бизнесе имеют значение любые детали, в том числе деловая и рекламная полиграфическая продукция. Теперь в Кирове можно получить качественную печать и при этом сэкономить, рассказывает руководитель онлайн-проекта кировской цифровой типографии Александр Масунов. Мы решили сдачу в комплексе. За счет цифровых технологий минимизировать затраты заказчика. Заказ – это не просто стоимость печати. Это время на согласование макета, время на поездки в типографию за тиражом. Мы убрали все лишнее, сохранив главное. Вы делаете заказ через интернет, мы доставляем его прямо к вам в офис. 100% автоматизация дала уникальные для кировского рынка цены. Звучит просто, но за простотой скрывается гарантия качества печати, понятный сайт, легкость заказа и получения тиража. На сайте кировской цифровой типографии также можно рассчитать предварительную стоимость заказа. Адрес dt-kirov.ru В завершении о валютах доллар прибавил 44 копейки и стоит сегодня 60 рублей 74 копейки. Евро вырос на 43 копейки, курс на сегодня 69,20. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Продолжение следует...